Доброе утро, дорогие друзья! С Новым Годом! С Новым Годом! С новым счастьем! Сегодня Новый Год Хасидизма. То есть в еврейском народе есть много новых годов. И сегодня один из них – Новый Год Хасидизма. Сегодня часть еврейского мира празднует замечательный день выхода первого любавического рэбэ, альтер-рэбэ, автора книги Тания, значит, Рафшнеура, Залмана, его звали так, из тюрьмы, он, его посадили в тюрьму, отсидел он в тюрьме, очень интересно, 53 дня. И вышел он, и, значит, этот день был освобождение. А вечером, это вчера был 19-й эти слева, а 20-го эти слева, то есть сегодня вечером, наступает Йорцет, годовщина смерти, ухода из этого мира, тоже освобождение, можно сказать, годовщина освобождения из этого мира, Мадида из Межерич. Был такой после Большим Тома, он был его преемник, ученик и преемник, глава хасидизма. Значит, и весь хасидский мир в движении Ахаббат, который основал альтер-рэбэ, празднует этот Новый Год Хасидизма, значит, как празднуют, есть праздник, праздник, но самое главное, берут на себя, берут на себя обязательства в этом году больше учить Торы и больше делать добрых дел. Это вот у них очень классный обычай такой, что практически любая дата, какая-то важная дата, они ее отмечают, день рождения, Новый Год, обычный Рошашана и так далее, они говорят, вот я беру на себя хорошее какое-то обязательство, что-то добавить в своем служении Всевышнему, в учебе, в действиях и так далее. То есть очень важно взять что-то чуть на себя хорошее. Теперь, значит, ну вот мы поздравили друг друга, и идея сегодняшнего дня Рыбы Любовичского, она очень интересная, показывающая, насколько, кстати, в любом деле есть глубина. Помните, мы говорили, позавчера мы говорили о том, что вера, вера это главное, вера делает идеи, вера создает реальность, можно так сказать, что когда человек во что-то верит, вот он верит, например, что ему надо поехать куда-то, вот он, мне надо туда поехать, вот человек говорит, я хочу туда ехать. И его вера, что ему надо туда поехать, что делает? Она включает целые процессы, и в 99% случаев он едет туда, куда думает, верит, что ему надо, а может ему туда не надо. По факту, может, ему вообще туда не надо. Бывают ситуации, когда ты веришь, что тебе надо, а потом думаешь, не, не надо было. Например, там человек женился, потом развелся. И он думает, вот, я так верил, женился, а потом развелся. Значит, я неправильно верил. Или наоборот, может быть, он развелся, он неправильно верил, что надо было развестись. Может быть, ему не надо было развестись, а надо было... То есть мы живем верой, создаем свою жизнь. Дальше, вчера любая честивая рыба нам сказал, обратите внимание, что есть вера в Бога, а есть доверие Богу. Это две разные вещи. Вера в Бога, это когда ты веришь, что Бог управляет миром, Он создал мир и дал заповеди. А доверие Богу, это когда ты на Него полагаешься полностью и погружаешься в Тору, в заповеди. То есть ты говоришь, я тебе полностью доверяю. Вот знаете, вот все, я твой. Я служу тебе, и мне не надо ни о чем заботиться. Это называется доверие к Богу. Теперь, сегодня Рэбе Любая Честивая говорит, как раз вчера я эту идею сказал, и мне очень приятно, что я додумался до того, что сказал Любая Честивая Рэбе. Он сказал так. Американские деньги процветают потому, что на них написано In God We Trust. Мы доверяем Богу. Не просто верим, написано на американских деньгах, а мы доверяем. Смотрим, действительно, значит, In God We Trust. Вот надпись In God We Trust. Видите? Все. Но тут вот, что такое Тора? Вот чем отличается, например, хасидизм? Хасидизм – это внутренняя часть Торы, скрытая часть Торы. Кабала есть там. И можно учить просто недельную главу, и каждый год тебе открывается что-то новое. Дальше Рэбе говорит, деньги, это я не слышал, до сегодняшнего дня я не слышал, деньги говорят вам и о своей цели. Думаю, где деньги говорят мне о своей цели? А ну посмотрим. На них написано I Pluribus Unum. Где написано I Pluribus Unum? Я никогда не видел эту надпись. In Pluribus Unum. Вот сейчас я ищу эту надпись и не нахожу. Пока есть I Pluribus Unum. Значит, я поищу в другой раз. Не нахожу. Но Рэбе раз говорит, значит, есть где-то эта надпись. In Pluribus Unum. Может быть, не на 100 долларах, а написано на долларе, например. И он говорит так, что это надпись I Pluribus Unum. Цель всех операций с деньгами сделать из множества единства. Вот эта фраза из множества сделать единство, она на что похожа? Фраза из множества сделать единство, значит, он пишет, если такова действительно ваша цель, то вы можете рассчитывать, что единый Творец позаботится о всех ваших нуждах. Представляете, как красиво? Я не знал этого, да, найду. Обязательно найду. У меня нет долларовых бумажек. Есть только 100 долларовые, слава Богу. Но найду и долларовые. Хорошо. Значит, Бога мы верим. И сделать из множества единства, это упростить свою жизнь, не париться. Потому что у большинства людей множество разных забот, какие-то нисходящиеся цели, нисходящиеся желания. Все. Когда вот ты берешь Тору и живешь по Торе, и у тебя есть единый Бог, Бог один, значит, Тора одна. И ты, значит, твоя жизнь, она выстроенная, да? Тебе нужно только из множества сделать единство. Из множества своих каких-то идей, желаний и всяких таких влияний сделать одно. Все. Есть Всевышний, я Ему доверяю, Он обо мне позаботится. Теперь, дальше он пишет очень интересную такую вещь, тоже идея про сегодняшний отрывочек. Он обратил внимание на очень глубокую такую вещь, да? Очень глубокая вещь. Значит, мы сейчас прочитаем историю, как Йосефа, его братья судили, продали, хотели убить, потом они его продали. И Рэбе говорит, давайте посмотрим на это под таким ракурсом. Значит, братьев было, которые продавали Йосефа, 10. Значит, он 11-й и Бенемин 12-й. Значит, было 10 братьев. Из них было два брата, Шимон и Леви, это были сыновья Леи. То есть, они по папе были братья, по маме не были братья. И, значит, они его именно хотели убить. У них был такой характер, они были максималисты-экстремалы такие, знаете, как вот есть в мусульманстве, там есть ваххабиты, есть разные тоже течения. Вот Шимон и Леви были такие экстремалы. Они говорят, его надо убить. То есть, если мы считаем, что он хочет убить нас, значит, его надо убить. Все. Теперь Рувен, старший сын Якова, тоже их старший брат, он говорит, не надо его убивать, давайте его бросим в яму и оставим его на волю проведения. То есть, пускай Всевышний решает, что с ним. То есть, вы считаете, что он хочет убить, но это не доказано, это наше предположение. В общем, давайте его бросим в яму. И Тора нам пишет, что яма, которую они выбрали, оказалась сухой и полной змей. В Торе написано, в Эабор Рейк, была яма пустая, в которую они его бросили. Эн Бо Маем, нету в ней воды. И нам объясняет Раши, да, что нет воды. Усна Тора нам говорит, что воды там не было, но были змеи и скорпионы. И они решили, это божественное проведение. То есть, мы, в принципе, его не убиваем, мы его бросаем в яму. Что будет, то будет. Так, Ребе говорит, смотрите, здесь же есть еще глубокая вещь такая, да, то есть, есть здесь глубина, какая здесь глубина, что яма символизирует человеческий разум, а вода – Тору. И этот образ показывает нам, что самый надежный способ не допустить, чтобы в нашем сознании завелись змеи и скорпионы, злые и разрушительные мысли, следить, чтобы оно всегда было наполнено словами Торы, ибо Тора, Бога совершенно оживляет душу. Так написано в Салмав в Тейлиме. Значит, что получается? Ребе вот из этой, увидел в этой яме, которая была полная скорпионом, потому что в ней не было воды, вот эту аллегорию. И действительно, если перед сном, например, да, читаешь какие-то слова Торы, псалмы, сразу засыпаешь в спокойном состоянии, ум наполнен Торой. Если ты перед сном не делаешь этого, то тогда начинают, как змей и скорпионы, лезть какие-то мысли, а что завтра, а почему то, а почему это, а как он мне сказал, а как он мне не сказал. То есть, ядовитые мысли, они разрушают мышление и тело. Тора, она оживляет, это живая вода. Теперь переходим к, что же было там, да, глава Ваешев, сегодня мы находимся в третий день недели, третий день недели, и, значит, читаем, читаем, что было сегодня. И было, когда подошел уже Йосеф к братьям, они его схватили, они с него сняли его вот эти вот одежды, которые ему сделал папа, у него была специальная одежда, полосатая такая, да, кто над пасим. Поэтому хасиды ходят в полосатых халатах, кстати, вот именно, чтобы помнить о том, какая была одежда на Йосефе в то время. И взяли они и бросили его в яму, а яма пустая, не было в ней воды. То есть мы знаем, что воды не было, а были в ней змеи и скорпионы. И сели они кушать хлеб. То есть после этого они сели спокойненько, они не считали, что они сделали что-то плохое, они считали, что они сделали справедливый суд, сделали они все правильно, не было у них никаких угрызений совести, потому что они считали, что они поступили по справедливости, по суду. Тот, кто пришел тебя убить, убей его первым. Так они считали. И из того, что он на них стучал папе, из того, что какие-то они сделали выводы неправильные из его поведения, но они считали, что выводы их верные, и они абсолютно спокойно сели кушать. Сели они кушать, значит, и потом подняли они глаза и видят, что идет караван. Идет караван Ишмаэлим, это потомки Ишмаэля. Значит, мы сейчас привыкли называть всех населяющих там Саудовскую Аравию, Ближний Восток, арабами. Но есть очень много у них разновидностей, родов разных племен и так далее. И есть те, кто называются Ишмаэлиты, это самые такие вот породистые шейхи сейчас, которые там шейхи, которые правят вот этими Эмиратами и так далее. Это потомки Ишмаэля, сына Авраама, которые, они очень такие, ну, как сказать, ну, царственные такие, да? То есть они потомки Ишмаэля. Сказал Бог, что у Ишмаэля, через него пойдет 12 сыновей, 12 тоже родов у него будет. И тоже народ Ишмаэль, они, у них же есть в имени, имя Бога. То есть есть всего два народа, у которых прямо в названии народа есть имя Всевышнего. Исраэль, боролся с Богом и с людьми, и победил. И Ишмаэль, услышит Всевышний. Ишмаэль, да? То есть Эль это как имя Всевышнего. Как одно из определений, которым определяется одно из качеств Всевышнего. Это не имя Всевышнего, это одно из слов, которыми мы пользуемся, чтобы описать неописуемого Творца Мироздания. И, значит, шел караван Ишмаэлим, и, значит, шли они в сторону Египта. Шли они в сторону Египта, везли благовония. То есть торговый караван. И тут, значит, сказал Иуда братьям. Четвертый сын, звали его Иуда, это от него потом пошел царский род, он был очень авторитетный, сильный такой человек. У братьев, его символ это лев, символ Йосефа, это шор, бык, это царь домашних животных. А Иуда это символ, хищник такой, да, лев. Прямо, это его, его был знак, его лев, да. И он говорит Иуда братьям, какая, говорит, нам польза, он очень практично так сказал, какая польза нам, если мы его убьем, брат нашего, и скроем мы его кровь, какая в этом польза? Он задумался просто, говорит, никакой пользы. Давайте, говорит, его продадим вот этим вот Ишмаэлитам, давайте его продадим этим людям, каравану, и не будут наши руки в крови нашего брата. Все-таки у него было какое-то сочувствие, проснулось. И, значит, послушали его братья, то есть он убедил братьев, что надо Иосифа вытащить из ямы и продать. Все, пошли они, и дальше получилось, что его, Иосифа, прошли тамидианим, почему перепродавали несколько раз, в итоге продали его за 20 серебряных монет, и его отвезли в Египет. И Иосиф оказался так в Египте. В это время Раувен вернулся, написано, к яме, вернулся к яме, и вот нету Иосифа в яме, и порвал он свою одежду. Значит, Раувен в это время он пошел к отцу, то есть у них было такое обычай, что каждый сын должен был, чтобы кто-то каждый день ходил в ладерь, к отцу, и это была очередь Раувена, он пошел в ладерь, вернулся, чтобы вытащить Иосифа из ямы, а его там уже нету. Порвал он одежду, и что? И вернулся к братьям и сказал, ребенка нету, а куда же мне теперь деться, куда мне теперь деться, потому что я старший брат, и теперь отец на меня это все скажет, как же я не доглядел. И взяли они, Вайкоид, кто нет Иосифа, взяли они рубашку Иосифа, и зарезали они козленка, козленка зарезали, и окунули рубашку в кровь этого козленка. Очень здесь интересно, что, насколько повторяется история, что такое, вот на Востоте это называется словом карма, а у нас это называется, что все, что человек делает, та мера, которую он меряет другим людям, меряют ему с неба. Мы помним историю, как Яаков, он замотал рути в шкуры козленка и притворился Исавом, и обманул Ицхака, своего папу, сказал, что я Исав, и получил благословение. Теперь, как это к нему вернулось через 22 года после этого, ровно через 22 года после этого, его сыновья продали своего родного брата, любимого сына Юсефа, любимого сына Яакова, и, значит, зарезали козленка, и с помощью того же козленка обманули, обманули папу. Намочили они кровью этого козленка, и, и что? И послали эту рубашку папе. И сказали ему, вот нашли мы эту рубашку, опознай рубашку сына твоего, он это или нет. И узнал рубашку Яаков, и сказал, что злой зверь съел моего сына, разорвал, разорвал Юсефа. И после этого, что с ним стало? И порвал Яаков свое платье, разорвал знак траура, и сел он, и он был в трауре над сыном своему многие-многие дни, не выходил из траура. Не выходил он из траура, и, значит, не выходил из траура. И встали сыновья, и дочки, и начали его утешать. Дочки, здесь два есть мнения, одни говорят, что рожали с ними еще дочки, другие говорят, что дочки это были их жены, которых тоже называют дочками иногда, то есть тесть называют жен сыновей, дочками. И они приходили, и они его утешали, и плакал о нем отец. Кто о нем плакал, говорит нам Раше, плакал о нем отец, Ицхак о нем плакал. Но он плакал о ком? Не о Юсефе, а о Яакове. И почему он о нем плакал? Значит, потому, что говорит нам Мусная Тора, что Ицхак, он же был пророк, и он знал, что Йосеф жив. И он знал, что Йосеф жив, но он видел, что Всевышний лишил Яакова пророчества, и Яаков не понимал, что Йосеф жив. И он находился все время в состоянии скорби и траура. И Ицхак, вот тут очень интересно тоже на это обратил внимание, он не открывал своему сыну, да, Яакову, что внук жив. Он плакал, но он думал, раз Всевышний так сделал, значит Всевышнему виднее, значит Всевышний, это его мир, это его, то есть он говорит, чего буду милосерднее, чем Всевышний. Всевышний скрыл это от Яакова, я не буду открывать. То есть все, и он не открыл ему, что Йосеф жив. И вы знаете, очень интересно, что был Яаков в трауре о Йосефе сколько лет, столько же лет, сколько его не было, сколько его не было дома со своим папой. То есть сколько лет он не был с Ицхаком, со своим папой и находился в Улавана, ровно столько же лет он не видел Йосефа. Представляете, вот все повторяется, все в этом мире повторяется, приходит и значит такая вот удивительная вещь. И последний отрывок сегодня Медяним продали Йосефа в Едипет, Патифару, и этот Патифар, он был старше над Табахим, есть говорят над Палачами, есть которые говорят над этими, над Шохитами. И дальше мы узнаем, что дальше было с Йосефом в Митсрае. Сегодня в Новый год хасидизма начинают изучать книгу Таня, новый цикл. То есть мы последнее время конец Книги Таня мы не учили, потому что в Книге Таня очень это глубокая книга, там такие тайны, которые просто ну вот так вот за 20 минут не изучишь. Поэтому в принципе я думаю, что сегодня кто-то из лекторов других на Ваикре начнет цикл уроков по Книге Таня. Я считаю, что это очень важная книга, я помню, Равицкая Зильбера ее учил Зихра Носедихли Враха. То есть эта книга рассказывающая о душе человека, о том, как это все устроено, как работает такая его душа же, это не просто там душа, там есть очень много уровней и как как работает Ецерара злое начало. Это все в Книге Таня. Мы будем какие-то, если я буду успевать чуть-чуть из нее учить, то я буду что-то упоминать, если оно будет подходить к уроку. Но я думаю, что очень стоит попробовать каждому чуть-чуть поучить книгу Таня. И у нас еще раз очень вам советую подпишитесь на канал Ваикра в Телеграме или на канал Ваикра в Ватсапе. И мы вам каждый день будем высылать книжечку, вот эту книгу, по которой я веду урок. Это называется Хитос. Там есть на русском языке Хумаш. Это отрывок из недельной главы с комментарием Раши. Там есть значит, Хитос, Тейлим, псалмы с переводом на русский язык, псалмы царя Давида. И там есть Тания. И там есть еще в этой книжечке есть отрывки из устной Торы, есть про заповеди, есть рассказы хасидские. То есть это так на день, если вы хотите серьезно поучить Тору, там есть дневная такая хорошая порция Торы, которую можно, если вы каждый день учите, то ваш колодец полон воды и нету там ни змей, ни скорпионов. У вас будут хорошие мысли, а будут хорошие мысли, будут хорошие решения, будут хорошие решения, будут хорошие поступки, будут хорошие поступки, жизнь будет хорошая. Все, всем удачи, успехов, еще раз с Новым Годом хасидизма. Всем хорошего дня.